Так, хорошо. Я на записи. Давай. У нас, значит, речь шла о том, что мы можем накрывать всякие фрукты, воды, всякими разными штуками, чтобы спасти их от воды, когда это такое. Амарула. Я начинаю сначала с руки, которая, кстати, закончена буквой Алиф. Даже не только фрукты, не только плоды, но даже группы кирпичей, которые я обслуживаю, потому что они не разные. Рабийцы говорили, что это должны быть именно платы, которые можно употреблять прямо сейчас. И тогда получится, что ты как бы хотя бы эффективно, формально делаешь это ради лица объема, ради самообраза. И рабийцы следует своей системе, потому что он говорил по-другому опыту, что ни один предмет не может быть взят, кроме того, предмет, который обычно не берется, не переносится, не... Ну, короче, его нельзя брать, а можно брать только тогда, когда он служит какому-то предмету, который наоборот работает. Ну, как в нашей ситуации, да, ты не можешь взять вот это, там, я не знаю, блюдо или одежду лишнюю, или что-то такое, а чтобы накрыть ими, да, вот эти вот, там, не знаю, кирпичи или что-нибудь, что-нибудь там, почему? Потому что сами кирпичи, ты не мог бы взять, они не... Поэтому он говорит, перо-другой. Они ввели нас в Скор Амараин, да, как бы, ну, этих вот, Ула и Раби Исхак. Ула простирает это бесконечно далеко, это принцип, что закрывают пассажер даже. А Раби Исхак максимально держит. Да? Теперь, я не говорю, начинаются выдвигаться аргументы. Аргументы, прежде всего, и самой нищей. Да? Тнам не хасим это перо-другой. 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 А виро-другой. Да? Почему внешне-то скажем перо-другой, да, в эти самые плоды, что ты взял, что можно закрывать и кирпичи? Теперь, отвечает, отвечает Ула. Это наезд на Улу, да? Улу должен ответить сейчас. Отвечает Ула. Ула динда, филу, а виро-другой. В айре де та на рейша, а оно шелин перо, а оно стоит под нами, вихасима-другой. Он говорит, нет, это имеется в виду и в том числе и всякие другие предметы, в том числе и кирпичи. А почему сказали перо-другой? Потому что в начале говорили, что сбрасывают плоды и сбрасывают перо-другой. Так, скажите, что он не сказал. Так он тут по инерции, как бы говорит, что он говорит, что на самом деле там имеется любую дату. Ну, там написано еще и про открытые кувшины, масло и вина. И вроде как получается, что это опять наезд на уму, да? Потому что с одной стороны, да, с одной стороны. с другой стороны, это продолжает некоторую непонятную материну. Да, вино и масло – это все вещи, которые мы могли бы порабить, да? Мы могли бы использовать вьем, поэтому их накрывают вместе с фруктами, а кирпичей нет. Ну, вроде как, так получается. Он говорит, а, ты говоришь, что это то вино и то масло, которое можно использовать? Я говорю, нет. Это вино, имеется в виду вино и масло, от которых не отделены десятины, которые нельзя использовать. Сwidение. И он говорит, ах, оно не вставано, где вы поняли, где вы говорите? Вот, я теперь этому не потеряйся. Он говорит, я папа, это чтобы ты рассказал, куда этот самый диКхолик для нас должно служить. И он говорит, ааа, ну да, он говорит, ааааа. И если речь идет про, как сказать, наоборот, наоборот, то, что упомянуто в КД и Айна, КД и Шинны, это прибавляет аргументов мне, а не рабе яйцам. Почему? Потому что, если бы он остался на слове ПЛО, мы бы ломали голову, то ли он эти борота вставил, потому что он вначале их использовал, то ли еще почему, потому что он хотел ограничить как аргумент. Но когда он добавляет КД и Айна, КД и Шинны, если бы это были КД и Айна, КД и Шинны, то есть разрешенные к использованию вино и масло, то понятно, что они добавляют к слову ПЛО. Это такие же разрешенные вещи, как и ПЛО. Значит, говорит он, это такая извращенная логика ПЛО. Она извращенная только пока у нее не векаешь до конца. То есть это такое афуха через него. Значит, все наоборот. Раз они упомянуты на роду ПЛО, который разрешили, значит это как то, что запрещено. Нет смысл упоминать одинаковое разрешенное продукт в одной и той же миссии. По одному и тому же поводу. Смысла нет. Значит, значит, это КД и Айна, КД и Шинны, который да и Сура, да, да и Симула. А одни хуже до киркопичей, и прям совсем не двигаются. Да. Совершенно верно. Раз их можно, то наверное кирпичи можно. Значит, это, это как бы, это шитат Ула, да? КД и Айна, КД и Айна, КД и Айна, КД и Шэймэн, Шэймэн, Иц, Трэйхалэ. Зал когда-то хамин, а? Левсит нерубэй хашашу, левсит муат, ну хашашу. Камаш Малан. Нет. Нет. Значит, это второе... Это значит, мы вроде бы как обернули наезд Ула или тот, кто говорит о его имени, обернул наезд на себя в сменопольную. Получается. Блям, хотя бы... Теперь Равицкий пытается хотя бы нейтрализовать этот ущерб. Ну, Равицкий или тот, кто на него говорит, на самом деле тот, кто на него говорит, да? В смысле, мы понимаем, да, как все эти споры происходят. Они когда-то были, потом на уровне редакции их раскручивают как бы по всему форму, да, по аргументации. Улы, мы не можем бороться, но мы можем хотя бы предложить свою другую, чтобы это ложилось в нашу шуту, а не в его. Какая это аргументация, да? Что кувшин с вином и маслом ему нужно было о них сказать. Несмотря на то, что они... Понимается так, что несмотря на то, что они ДТ раздавят, что они разрешены. Потому что мы могли бы подумать, сказать следующее, следующее, что большой ущерб, большого ущерба опасались, мало ущерба не опасались. То есть, как бы, помните, я хорошо помню, мы в прошлом уже говорили, что если у нас есть огромная там, не знаю, куча или более этого инжира там сушащегося, то если у нас гниет, это нам реально будет не приятно. А если у нас несколько капель или даже литров накапает как бы в кувшин с вином, который сам по себе стоит не очень дорого, то это нам, в общем, вроде бы как это будет небольшой ущерб. Поэтому они говорят, нужно было добавить эти кувшины. Для того, чтобы сказать, что даже небольшой ущерб позволяет нам вот это вот сделать, закрыть. Даже небольшой, верно. Да. Окей. У нас пока они сейчас в равновесии, да, находятся эти шиторы, да. Ула говорит, что, наверное, эти Каде Яни, Каде Шемин, губернанты, как, наоборот, как ход кирпича, да, потому что это должны быть, по логике вообще, это должны быть кувшины с запрещенным вином, к вином и имамом. Ну, там, например, где-то, в Ахаде Шемин. А Раби Ецхак, ну, опять же, страна Раби Ецхака, говорит, нет, ну, не такой степени. Они, это как бы, это разрешенные вполне, когда Яни это решено. Просто разница между ними в том, что природ – это большой ущерб, а Хадим – это ущерб небольшой. Ну, действительно, иногда это, иногда это действительно влияет на это. Большой ущерб позволяет что-то сделать, а небольшой не позволяет. Бывает она. Большой ущерб. КНА. Ну, к ним, клей, клей, таха, таделев, бешабах. А, вот мы и здесь теперь. А, ну да, похоже, да. Я его не помню. Да, очень хорошо, замечательно. Ну что, будешь? Будешь сама попробуешь? Давай попробуем. Камашмар, я понимаю, что в концу предыдущего раздражения. Нет, Камашмар, я понимаю, что в концу предыдущего раздражения. Еще. А, значит, Камашмар. Конструкция такая, он говорит, салка дата хабина, ты мог бы сподумать и сказать следствие. И это неправильно. Почему это неправильно? Потому что этот вот сообщается нам в днижнее Камашмар, Машмар – это Машмар, да, сообщает нам, поэту сообщает нам Мишна. Что это не так? Что то, что мы могли бы подумать, мы должны с презрением ответить. Они вместе это дают. Камашмар, наверное, это замыкающий оператор, как бы, гипотетического некоторого предположения. Противоречащего действительности. Ну, или это той действительности, которую видят там рабицы. Поскольку это сам по себе аргумент. Иногда это именно вывод, да? Нет ему гипотетического предположения. Ты мог бы подумать, что… Зачем нечто упомянутое в Мишне, например? Не потому что… Или там Пшито, например, да? В Мишне вроде бы как сообщается нечто абсолютно очевидное и непонятно, зачем оно там стоит. Он говорит, а… Камашмар… Пшито. Ладно, сриха. Салка дата хамина, там что-нибудь такое. Нет, это нужно, потому что ты мог бы подумать хоть что. Дальше это замыкает оператор Камашмара. Именно поэтому нам сообщается вот это место. Так и здесь. Только здесь это работает как аргумент спорта. Да. Просто это чуть-чуть менее… Да. Это чуть-чуть менее… Да, 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 да. А почему служит аргумент, что над ним три? Это ссылка на Мишну. Это дальше. Продолжение Вишны. Наши, наши. Дальше, дальше. Кстати, там дальше все написано. Мы хотим приводить к лиме для Аделиев, мы хотим к лиме для Аделиев, мы на нем выйдем, а хотят Аделиев без шабака. Да? И поставят сосуд, коды, так и самым. Чтобы, опять же, чтобы у нас не распулся, чтобы… Да, чтобы не было в Азии. Да. Что это за аргументация, да? В чем состоит аргумент, как бы… когда он говорит нам, «Саразар». В шабаке можно… А… Человек говорит, что… что это получается, что в шабах можно, даже в шабах, ущерб не позволяет шабах, чтобы не было. Там, я так понимаю, что дело не ущерба. Дело в том, что у рабийца, в предыдущем, в самом начале, вот, когда я говорю, рабийца говорит там, да, есть объяснение, что он говорит, но что именно, да, вот этот сосуд. Ты ставишь под трубу воды, да. Ради какой именно вещи, которая в субботу разрешена, в которой субботу не волосы, это пол, пол субботы ничего не штучит, ну, как бы, пол нельзя взять по-любому. То есть, аргумент рабийцеха, принцип рабийцеха с самого начала, в роли, в этом ничего не работает, он говорит. Ты берешь сосуд, ставишь под струю воды, но ради чего? Чисто ради того, чтобы грязно не было. А тот говорит, что, ну, э, это должно быть лицо Машу Шамитару Шабаху. А где этот Машу? Э, они говорят, а он говорит, а он находится, изморачивается, что он говорит. А тут, что он говорил, а вот этот Машу Шабаху, он говорит, что, ну, скажем, что тогда, когда он, не знаю, не помогает, что он? Нет. Что он не готов, или нет? Не совсем. Что мы эту воду собираемся использовать. Что, что, в том смысле, что эту воду мы можем потом использовать. и вот где у нас там сказано, да, что вода достаточно часа для того, чтобы хотя бы скотине ее как бы споить. Тогда мы можем, да, а он говорит, ну, получается, что мы это ради воды делали, а вода как раз и будет той штукой, которая не так до шабата. Понимаешь? Потому что в принципе вообще взять ведро воды и дать любое вообще ведро воды, вот у меня стоит ведро воды, я могу ее вынести с котиной и дать. Да, это, это, да, ваша не так до шабата, да, это не мупость. Он говорит, так и тут, это ведро у меня было бы незачем, да, и если бы дождь не пошел, я бы его оставил там, где он стоял. Теперь пошел дождь. Я, я хитрый еврей, как бы, и понимаю, что если бы я его взял просто так, я, рицык, да, если бы я взял просто так, то, наверное, было бы не получилось бы нехорошо. Но теперь я бы ставлю вот одну струлю воды и притворяюсь, что я набираю воду. А на самом, ну, одновременно, я набираю воду, да, но одновременно у меня, как бы, пол остается сухим. Да, в этом случае. Ташма, это просто отсылка мне к тому тоже источники выбрать. Да, ну, так у нас же прямо вот эти кирпичи, прямо-прямо вот они. Это обратные наезды. Мы уже укрепили позицию улы, теперь наезжаем с позиции улы на позицию рабийца. Вот прямо сказано, знаете, на кирпичи. Можно, например, это эти кирпичи. Все как-то тут, тут сам. Окей. Ну, во-первых, можно свои штангальцы. Лига нам не запрещает, в принципе. А, у тебя очищены. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Значит, это, он говорит, это другие кирпичи. Те кирпичи у тебя лежали на сушке, могли размокнуть. А эти кирпичи оставят у тебя от постройки. Это уже готовые кирпичи. Оставят у тебя от постройки, на которых можно сидеть. Поэтому ты их накрываешь в цену. Как ты сделаешь, делаешь из них как бы ты их. Знаешь, и это совершенно другое. Это нормальное смутнее пользование кирпичей. И, соответственно, именно поэтому их, с точки зрения рабийца, их можно накрывать в цену. Окей. А эти кирпичи, которые у нас стоят? Да, эти кирпичи, которые у нас стоят. Здесь имеется в виду полуцерые кирпичи, да, когда он говорит, когда Ула говорит о Вираде Ливне, это такие ряды кирпичей, не вожженных, а вожженных. И вот их он пытается спасти. Здесь он говорит, а вверх он говорит, это другие кирпичи и вообще. Ну, в данном случае, вроде, сидеть. Да. Дальше вам. Вот. 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 Ну, видимо, имеется в виду, что на каум, если на каум, то все это крайне неудобно. Это не имеет значения. Он говорит, ну, я не знаю, есть такая братья, я не знаю, зачем там есть братья в шаббатах. Нет, он... Я все равно не понимаю, зачем... Это какие-то особые хитрые камни? Нет, нет, если кто не знает, не угадает. Потому что дело в том, что они используют там в качестве туалетной бумаги. Значит, еще раз, я повторяю, кто не знает, не угадает. Можно угадать, я выяснил. Ну, дело в том, что известно, и это известная телега, они использовали камни в качестве туалетной бумаги. Значит, после того самого они протираются камушками, такие, на особую форму. Нам они будут крутые. Там именно такой форма, которая подходит. Для этого самого... Ну, типа гальки, да. То есть, они как бы прикрывают для того, чтобы они не вытянулись никуда, а муки, наверное, были крупные. Я так понимаю. И это, опять же, это, поскольку, я так извиняюсь, жопу вытарает, но мне все равно тоже, то, как бы, они не мукицы. Они, как бы, мутанты. Ну, вот там сбоку, сбоку, что ты не знаешь, они, наверное, объясняют, как это, откуда это берется. Ну, вот это очень хорошо. Нет, еще дальше. Это кавейну отсюда. Нет, главное, что он не имеет в виду эйфориции. Запрещено охотиться в субботу. Что? Как? При том, сами пчелы являются животными, правда? Да нет, мы не должны охотиться на пчел. Ну, понятное дело. Что? Прости, пожалуйста. Да, почему? Ну, мало ли, например, рой отсоединять от анатуре. Что? Нет, ты можешь, грубо говоря, так, ты можешь ее накрыть ценовкой, да, чтобы защитить от солнца или от дождя. Но, если ты при этом имеешь в виду, а, я тебе возьму, и тебе будет удобно эту долю, и, например, перенести на другое место, да, это уже называется Михаил Энглансун. Да, это что-то другое дело. Что-то другая работа, как бы, формуровать. Да. Это как брик лить можно, а ловить, почему нельзя? Точно так же не жаловить всех других зверей. Зайцев, да. И все. Там тоже, в смысле, там тоже другое, другое соображение есть. Ну, в смысле, там тоже моя рабница всегда работает. Потому что там внутри улья есть не только пчелы, которых я, вроде бы, как накрываю, которых я не могу брать всю воду. Да, именно, что дальше там и приближаются, что я не могу брать воду. Лунин, скажем, отсюда. Но там, кроме пчел, есть чермет, который я могу брать всю воду. И как бы ради него я его накрываю. Так. Нам все время держать в голове просто, кто за что. Этот говорит, мы накрываем муксы. Тут-то пчелы являются муксой в чистом виде. Да, они, как бы, убеждено. Это нельзя ловить. Да, они являются муксой. Олег, ну, кроме муксы пчелы, там есть еще не муксы мед. Да, если бы мы ее хотим, хотел сберечь от чего-нибудь, да. Да. Если бы, да. Да. Ну, вроде как, да. Получается. Как бы, обязаны найти, потому что она еще вся, 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 вся система разваливается. Да? Один контур-пример разваливает всю систему, это понятно. Меха сезонная штука. Меха сезонная штука. Да. Давай, пожалуйста. Меха сезонная штука. Меха сезонная штука. Нет, ты да. Это, нет, это элемент рассуждения. Ну, ладно, как бы. Солнечные дни, да? Допустим, солнечные дни, да, там есть мед. Ну, в смысле, солнечные дни, слушай, летом. Да, ямехама емехшамин это сезоны. Ээээ емотохама емоташма. Значит, летом есть мед, зимой мед и нет. Сезонная штука. А тут сказано и про ямекахама ем durante шамин. Дальше, значит, летом, хорошо, понятно. Мед есть. Ин otro более про мед. Но, вот зима, какой мед? И что тогда можно сказать, ма-и-ка-ли-мэймар, да, что тогда можно сказать, вот. Сказать просто тоже некто стандартный, тей-нах или биш-ла-ма, а дальше та-та-та-та-та-та, а в этом случае ма-и-ка-ли-мэймар, что тогда можно сказать, да. Что, грубо говоря, что раби-исхопу сказать. Да. Так, вот, тут есть, там есть какая-то телегра, которую я, естественно, не помню, но мы сейчас, ну, сейчас, сейчас... Алло, да, я на уроке. Что-то очень важное. Да, ну... Да. Так. Так. Понятно, 40-ка большая. Я включил обратную запись. Ребята, давайте... Это все... Давайте... Да, Аня. Я это слышу у него. Значит, бы я могла сама... А, вот, что это холод. Что это холод? Не-не-не-не-не-не-не. Имеется холод дважд. Это... Два таких... Да. Значит, когда вытаскивают мёд из кури, оставляют парочку... Ну, чего-то... Ну, чего он лучше ожирает все... Ну, бы пчелам было лучше ожирать все... Так же, Настям остается... Мы в мёдах немножко есть, но... Да. Вот там стоит холод. Вот там стоит холод. Вот там стоит холод. Имеется в виду... Эти два... Трава и мёда, знаете... Как-то... Уль... Ну, не уль, а... Слуг... Воз... Воз... Ну, это, видимо... Это имеет в виду, что... Большинство сот... Извлекаются... Это то, что называется... Лирдон... Да. У Рашиб... Рубин... Да. И... Извлекаются... Такое... Такое... На лопатой... Видимо... Лирдон... Это как... Хлеб, понимаете... В печи... Это... Слово... Поэт... Видимо... Какой специальный инструмент... Там... Понимаю... Вот эти... Вот две штуки оставляют... Чтобы им лучше ожирать... Как бы раби... Да... 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 Не раби... А... Раби... А... Ваша... Ведь... Ватем... Да... 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 Значит... И отлично... Говорят... Эти две штуки... Как раз... Хорошо... Наш прав... Наше ульяное мнение, что они как раз ногцы, они оставляются как раз, они оставляются пчелами, они не в храме. Они оставляются на пчелах и они оставляются в мире, в мире. с чем мы имеем дело нет, этот чувак изначально решил что заранее, до субботы решил, что он съест этот верхнад в субботу как у нас мукса превращается в не мукс в чем состоит операция превращения мукс в не мукс ну хрен бы с ним скажут, что ну сдох у меня это было дело у нас ты много скажешь он говорит, а мне пофигу сейчас не важно, что он говорит главная и единственная операция когда мукса превращается в не мукс это когда я собираюсь что-то использую в субботу вот да, вот я ну иногда это требует требует слов, а иногда вовсе даже не требует там будет вот себя как бы вот он говорит говорит, сам себе лучше, говорит пять ох, метку-то я наверну вот это зима, да селинка мёд нет ни у кого всё, кончил ты но у меня вот эти все холодные двое солнца они, они так говорят, да там ну не хрен у меня с пчелами а я всё равно пофигу вот я как-то понял это сам да хрен бы с ним нас это с логической точки зрения абсолютно не интересует потом знаешь, что он плохой хозяин, не важно ну ладно вот библией, знаешь вот а до пчелы это по барабану не важно не важно, что он собирается делать пчелы на самом деле вот то есть главное, что он в пятницу сделал и себе не муфцы как бы делал и все мухан да ну и тогда можно и закрывать получается парабийца да что молитвы о тогда не полезен язык брайты нет и сейчас если он про них подумал что они как что имел выбор используют понятно и тогда непонятен язык брайты до того еще прежде чем сказать да брайты что только чтобы он не имел ввиду их ловить еще до того есть еще предыдущие соображения да он говорит агатанитананшилойт кавэнацуд берва шилуэд кавэнацуд литвы гвалитный бэзида вот пусть он разделит ну типа как бы выделит и и еще по этому самому поводу сформулирует брайты да 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 он говорит еще прежде чем мы начинаем соображение что он ловит там эти пчелы он не ловит эти пчелы да еще до этого до этого он может накрывать только в той ситуации когда он хищевал ну парабийца когда он этот мёд имел ввиду а если же он их не имел ввиду то это конечно конечно потому что это как бы до того соображения чем-чем на суд ну проще спасать там свои души ну это смысл того о чем он говорит а ты имеешь право спасать свою душу а других определенных у меня не нет например пожар пожар это практически будет ничего не да а ты имеешь право спасать жизнь а ты имеешь право надеть на себя семь шум это известнейший телега как что делают евреи в пожаре тушить пожар нет вообще нет если все люди уже спасают значит ты можешь надеть на себя семь шум и выйти спасти не так сам священный шум можешь спасать священный предмет ты не можешь спасать просто так не можешь ты можешь ты можешь вынести в собственный двор пожалуйста но за пределы двора если весь двор за пределы двора ты можешь вынести только священный предмет потому что ты не можешь спасти шкаф на кресле в чем можно выходить в субботу со двора пусть будет даже 7 да, ты можешь надеть но больше того нет так что еще это право в субботу весьма ограничено потому что там ты уже пересекаешься здесь нет когда ты накрываешь, ты ничего в субботу не нарушаешь только мишимшу только за работу которые тебе говорят ну сиди спокойно, ничего особо не дергайся лишний раз ну тоже не лишний тоже когда там пропадет того и сего окей, когда пропадет того и сего давайте накрывай похоже не знаю, но если есть действительно опасность, то там вопрос ситуации опасность, что они здесь были болезни и надо поднимать, а это в глаза нет опасности значит в том-то и дело почему ты можешь и заболеть, и сдохнуть но рабе иска говорит что это послабление относится только к вещам, которые реально могут исходят в саму культу в чем нельзя использовать к ним это не относится дальше вот понятно этот этот самая изначальная братья Брауля она про туери понятно, что она против Ради вижу ясно вижу ясно, что она идет по по умер а здесь здесь верстец в капушном сковородке он говорит, что а ну это значит не ради пчел а ради мед он говорит какой мед а он говорит, ну там остался немножко мед он говорит, это же мед пчелам а не надо а он говорит, ну а если я все-таки собираюсь его съесть ну если ты собираюсь его съесть так написал бы я собираюсь его съесть а что например про какую-то охоту там еще ну как-то так все это выглядит нет я 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 девчонки это я я это я я я это я это я Как следует сказать, что они как бы немножечко, ну в данном случае не очень немножечко, но это вещи обычные. Он говорит, ну там немножечко пропущено там три слова, но мы их сейчас обратно вставим, и все получится хорошо. Так часто бывает. Нам следует это понимать так, что имеется в виду, разумеется то, что он о них имел в виду, но главное, чтобы он не ловил учебу. Да, понятно, что мы в некотором смысле спасаем мёд, а не ловил учебу. Ну как бы да. Окей, теперь значит сейчас тут будет, он попал сейчас в новую неприятность. Бумаю, ким-то. Да. Да. Окей. Да. Да. Да, 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 конечно, конечно, обязательно поправы. Попробуй. 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 Ну поставили, грубо говоря. Как мы всю дорогу это всё объясняли? Сейчас он говорит, что кухнет? Да. Это наезд продолжает. Ну а я следующее, я говорю, нашёл пинг-пом, шарик налево, шарик направо. Как бы. На Робницах тогда, да. Значит, он говорит, мы всю дорогу рассуждали как? Ну в данном случае, как всю дорогу. А у ким-то это буквально поставили. Как мы, как мы, в чьей системе мы работали как-то всю дорогу, да. Кроме Юда. Да и для Муцера. Признаёт понятие, у которого есть понятие Муцера. Вообще именно нет понятия Муцера. Это мы продолжаем с самого начала трактатора. Может не помню. Всю дорогу. Все эти законы должны проверяться как бы пробным планом. Куда мы идём? В Робиуды или Рабчимово? В Муцер или в Немуцер? А вот там, где не Муцер, там есть своя хитрость. Не, Робиуды, да. И Робиуды, да. Вот. Но теперь-то, когда мы сказали, В конце, вот в конце, в конце последней брайки мы сказали, что это значит? Иткаввен нацу. Атан для Рабчимово. И тут мы приходим к Рабиуду. Который сказал, да ваша имиткаввен. Ну да. Который сказал, айкар каванан. Он сказал, что главное это намерение. Да? Что-то собираешься делать, имеет значение. Что-то физически делаешь, да все и быстро. Эй, стоп-стоп-стоп-стоп. Что-то было. Да, конечно. Если ты не имеешь в виду нарушить субботний закон, но по факту немножко урушаешь, то это разрешено. Опять же, классический пример. Волочом кровать по двору. Кровать тяжёлая, мы не можем её поднять на руки. Мы её должны вволочь. Она своими задними ножками делает борозду в земляном полу. Это пахота, ребята. Но мы не имели в виду пахать с двор. С точки зрения Раби Шимона это нормально. Да? Несмотря на то, что это борозда. Но мы имели в виду перенести кровать на место. Нам это разрешено внутри нашего двора. Ну, сидеть мы не хотели ничего. Значит... Сейчас, сейчас, сейчас. До конструкции дойдём. Подождите, я просто объясняю принцип. Как работает спор Раби Юды и Раби Шим. Для Раби Юды важны факты на местности. Вот он приходит, смотрит своим острым глазом, видит борозду. Говорит, пожалуйста, бриться. Старик, ты... Ну, жертва такая. Вот. Раби... Для него важны факты. Да. Для него важны факты, да? Как бы... Что-то у него бывает творится, его не волнует, у него малый сын. Раби Шимон залезает ему в голову. И вот, наоборот, факты на местности интересуют. Постоп-постоп. Он говорит, ты собирался что, пахать тут или кровать нести? Если кровать нести, то свободен. Так и тут он говорит. И вернём же к углу, да? Что ты собирался здесь делать? Пчёл ловить или там отдождать её прикрывать? Если отдождать прикрывать, то и фиг бы с ним. Если пчёл ловить, так это неплохо. Но тогда мы уже приходим внутрь Раби Шимона, да? Это он его пытается спросить, что он собирался делать. А Раби Уда его и вовсе не собирался спрашивать. Да? Мы работали всю дорогу с теми Раби Уды, у которого мукцы есть. Ну, потому что мы коперируем в понятии мукцы. Да? Рабицы коперируют в понятии мукцы. Улы нет. Улы всё равно, да? А теперь вдруг мы пытаемся спросить его, о чём он имел в виду. Значит, мы перешли в систему Раби Шимона. То есть, мы были в систему Раби Уды, перешли в систему Раби Шимона. Как это так? Не получается. Не получается. Либо факты на мук, либо мысли в голове. Одно и два. Да? Не то и другое одновременно. Да? Да, да, да. Ещё раз. Раби Уда – факты на местность. И поэтому, и тогда появляется понятие мукцы. У Раби Шимона не может быть понятия мукцы. Вроде как получается так, да. Вроде как получается так, да. Вроде как получается так, да. Да, потому что мнение Раби Шимона имеет смысл системе Раби Уды. Но не имеет смысла системе Раби Шимона. По которому мукцы вовсе нет. Ему всё равно. Плоды это или кирпичи. Вообще всё равно. Да. Герои. Раби Шимона – виски на рамах. Герои. Герои. Виски на рамах. А, вы дисбва among RICHARD И Шимона. Герои. Ну, понятно, что они говорят, что это решение, решение Ага, окей, давай-ка я уже что-то возьму на себя, потому что мы вступаем в некоторые места, которые надо знать чё-чё к чему Вот, он говорит, только я тоже пока не конца понимаю аргументы, сейчас я просто пытаюсь сказать Тисбор, Раби Шимон, разве это вообще, разве мы, разве логично представить себе, что это мнение Раби Шимон А ведь говорили и Абая и Раба, оба вместе, оторвая рот, что Раби Шимон признаёт случаи, когда нарушение очевидно Что такое псих, рейшивый лоянд? Он говорит, представляешься человека, который говорит, я вот в улице, да? Я её не собираюсь забивать, я её хочу только голову открыть, она потом убивает Ну, это вот то, что называется псих, рейшивый лоянд Такие случаи Раби Шимон признаёт нарушение Он говорит, я же не буду ловить коленду, я не имею ввиду её, запить Да, мне вовсе не нужно Мне просто интересно отрубить ей голову Ну, почему-то таким-то образом Он говорит, нет, такие случаи Раби Шимон будут Будут признавать, что это основная решение То есть, если есть очевидные последствия То есть, необходимые Не то, чтобы не просто очевидные Они с необходимостью не уступают Да Кровать ты предоставить можешь разными способами Да, если всё равно, что в кровать Ты пришла из точки А в точке Б Не обязательно в процессе, когда появится борозда Ты можешь позвать соседа, который тебе поможет предоставить Да И тогда получается, что даже если борозда появётся И ты их быстрее пропиши Но отрубить голову курицам так, чтобы она продолжала жить Нет, не можешь Эта штука логически невозможна И вот Турм Раби Шимон будет признавать, что Такие вещи мне запрещены в сравнении Он говорит, что У меня такое ощущение, что с пчёлами будет Такая штука Даже не с мёдом, а с пчёлами Что Накрывая их ценов Ведь автоматически их лопить Это и есть цена То есть это даже не Раби Шимона Это ещё круче Замкнутая пространство Замкнутая пространство Замкнутая пространство Всё Эта штука больше ничего не предполагает Так и тут Ты их накрылся ноги Скорее, не могут выйти? Нет, не могут Что это значит? Значит, что ты их изловил Всё А уже ты собирался, не собирался Ну ты уже псих речи Мы понимаем ситуацию В которой ты одновременно ловишь Одновременно не собираешься ловить Это бред Бред логический Да Он говорит Он говорит Да Нет Он говорит Даже Раби Шимон здесь бы признал Что это нельзя Это круче, чем Раби Шимон Нет Разве ты решил, что это мнение Раби Шимона Нет, это не мнение Раби Шимона Такой ситуацией Даже Раби Шимон признал Что так делать нельзя Это ещё кто то Ещё более либеральный Понятно Но кто то Ещё левее Раби Шимон Который за Рашимона Шитеферт Вот это счастье Anh Нет, это было лирическое в некотором смысле отступление. В некотором смысле, потому что мы сейчас запутались, в какой системе мы вообще работали. С одной стороны, мы вроде бы как бы на стороне Рабиуты, где есть муфы. С другой стороны, мы вроде бы как бы попали в Раби Шимона, когда пользуемся темным Кавана. Дальше мы объясняем, что даже это нас не спасает. Даже в Раби Шимона мы не попадем. Потому что Раби Шимон такие случаи все равно считает по факту запретными. По факту, не по Каване. По тому, что произошло. Непонятно. Вот теперь мы вообще не понимаем, в какой системе мы работаем. То ли мы про вера Раби Уда, то ли мы вера Раби Шимона, то ли мы не поняты Раби Дэй. Вот они, значит, пытаются поставить это обратно на ноги. Вот следующий. Пожалуйста. Кава Кава, это дырочки, лёгкие. Он кто даст всё и все У гули бывают лёгкие или как они называются? Ну, дырку, из которой они вылезают. Значит, кстати, насчёт улья, посмотрите, как это у Фомудича Тюриноболитрена. Это плетёные такие хрени. Типа корзину перевёрнуты. Ну, потом вы подклините, кому-нибудь, стандарца, они там нависовывают. Это такой, типа, похоже на... Вот. Она плетёная. Там много дырок. Вот он её накрывает. Поэтому он её должен укрывать от дождя и от всего. Чего-то накрывать. Речь идёт о том, что он оставляет дырки, через которые они могут вылетать. Это не цар. Там сбоку у них такое окошечко. Вот это кавы. Чего-то они могут вылетать. Значит, они не... Это литок. Литок могут. Вот я и сказал литок. Значит, они не пойманы. Нет, не пойманы. В данном случае не воркнуты, но в смысле понятно. Я не пойманы. Значит, не пойманы. Шабад не нарушен. Значит... Теперь, дальше. Вилу ты има. Вилу ты има. Ага. Теперь нам надо избавиться от этого мешающего нам, если мы работаем в системе Рабиуды. нам нужно избавиться от этого мешающего нам сообщения о кабане, да, о том, что он думал и что он не думал. Чтобы ему это реально безразлично. Либо там есть отношения, либо полноценные. Поэтому мы обратно переправим этот текст на твой брак. Стоять на браке нам неудобно, плохо нам. По-любому мнению. Дырки он оставил теперь, понятно. Если бы он не оставил дырок, то он бы поймал их по-любому мнению. И даже непонятно, почему брак вообще так может разрешать. Он говорит, значит хорошо, это нам позволяет избавиться от Раби Шимона, который, в данном случае, был бы согласен с Раби Иудой. И остаться в системе Раби Иуды. И сказать, что слова «Ломитка вен латсу» нужно заменить на слова «Убельма, Шилуя, Сена, Метсуда». Конечно, да, 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 совершенно верно. Надо избавиться от сообщения о Кавани, которое нам безумно мешает, что ни в коем, ни в коем стоять. Ну, кто говорит? Тот, кто говорит. Тот, кто говорит. Они, там же у нас афук и афук, там несколько стадий обсуждения. Эту браку конкретно обсуждают два реальных мудреца. Рабаши и вот этот друг из Нейшана, как его зовут, Равуква Нейшана. Реальные мудрецы эпохи редакции Толмона. Рабаши, собственно, и есть главные редакции. И они обсуждают там, как же может быть Рабиницка как Мазласа, если и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, окей, а тебя не удивляет вообще, что тут применяется Кавана, которая ссылается вроде как на Абешива, но даже на Абешива в такой ситуации бы признал, что это в чистом виде запрещено. Он говорит, ох, это как раз нам надо. Давай искривим вот так, вот так, вот так, и тогда он у нас влезет, натянется на одну. Ну, я не знаю, нет, вообще лучше бы нет, но… Он говорит, да, да, да. Когда мы не можем понять Бариту по всем мнениям, надо ее менять. Тут как бы вопросов нет, вариантов тоже нет. Это данный наш случай. Да. Тут у нас нет вариантов просто, мы это сделать мне сейчас не будем. Мы не понимаем, она идет по Раби Юзе или по Раби Шимону. И даже по Раби Шимону, она плохо объяснит. Да, вот это Миткавель на отсюда. И не лезет там. Значит, надо менять. Тут как бы Ренки и Мишну в таких случаях нет. Вот. Но, в принципе, даже и ради некоторого аргумента иногда, как мы увидели это в предыдущем анекдоне, да, где он говорит… Где он меняет в предыдущий раз… А! Где он говорит Хише Валеев, да? Где вступает аргумент, что он их имел в виду использоваться. Он говорит, ну почему же брать это прямо не говорит? Он говорит, ну не говорится, ну забыли, ну давай я обратно их поставлю туда. Да? Он говорит, ну хорошо. Тогда у нас… Тогда у нас с этим в отсюда не получается. В смысле Миткавель в отсюда не получается. Он говорит, отлично. И хорошо, что не получается. И не нужно нам этого Миткавель. И заменим мы его на… Я оценил, да? Да? Вместо мысли. Поставим действие. Все у нас сложится прекрасно. Да? Это ровно то, что они делают. Просто буквально. А? Ну, это… Это же… В некотором смысле это бывает жестом отчаяния. Да? Когда мы уже не знаем, что делать, и тогда нам приходит менять. Да. Ну, мы действительно не знаем, что делать. Знаете, прежде чем отчаяться, нам нужно показать, что мы не можем прийти, или ничего делать. Они нам… Они нам довольно убедительно показали, что… Да. Да. В самом себе это довольно интересное. Это брать у нас не налезает, как бы. Я делал это. Ну, конечно, надо понимать. Что… Когда велись эти споры по… Ну, Танаин, да? Когда Рабью, Рабишей… Да, возможно, что он еще пятьдесят разных петь. Да? И мы их иногда можем заметить там… Когда мы находим до Амраима, особенно поздних… Да. То у нас, слушай, обмышления становятся чуть более квадратнее. Как бы… И у нас… У нас две рельсы. Рабьют и Рабишей. Туда, Рабишей. А если они туда не сюда, то стоп, ступит. Надо что-то менять. И вот… Это то, что здесь… Причем они, в принципе… Я так понимаю, что они… Ну, похоже на то. Похоже на то. Я лично думаю… Ну, это… И где Амраим, как раз и свири, это кто? Ну, может быть, не Амраим, а, может быть, где-то переходят… Ну, вот же они же и оставляют два. Да, да. Они выигрывают другое. Они выигрывают… Они выигрывают некую тщательность, подробность рассмотрения этого всего, а не, как бы… Они богатством мнений, да. И вместо богатством мнений, тонкость рассуждения в сведении этих… К… Уже известным мнением. Да. Они выигрывают некоторую филигрань, как бы, по пути, по пути, куда. Да, потому что… Как ты можешь сказать? А я думаю, вот так и… Вау. Это… Это… Интересный, интересный подход, да. Он… Ну, может быть, вполне творческий. Да. Но… Они здесь делают… Делают не это. И они здесь… И… И… Кольная традиция комментирования там… То, что, например, это… Это… Их вообще физичка. Казалось бы, это противоречит друг другу. Ну, может, и на самом деле, противоречит друг другу. Но мы сейчас сведем это к одному и тому. И вот этому посвящена творческо-интерапевтальная работа, как бы, Абраим и Котта Абраима. Ну, выяснилось, что потом это, как бы… Потом это, на мой взгляд, объединило… Эти, например, эти… Другой фактор. Ну, тогда потом… Потом там пишется философ или просто баллист. Ну, в средние века… В каком-то смысле… В каком-то смысле… В каком-то смысле… В каком-то смысле… Но… Да… Нет, это все верно. Это верно. Но… Внутри… Внутри этого, да, остается способность к некоторому… Как бы… Роспись… 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 Мы… Роспись… Роспись… которые пытались завоевать это как раз был приятная очень приятная путь для но получится как бы с вот этой вот так сказать перегранию мне кажется да мне лично кажется что об этом можно много говорить и повезли уже ну давай мы лучше разложим конечно это правда это правда это не так запущено философия чуть больше запущена не представляется так но как бы знаешь каббала все таки когда мы изучаем каббалу мы изучаем творчество некой личности и большого культуры мы изучаем там вот мы изучаем всю цыгню как бы на протяжении тысячи почти лет как бы и тысяч людей и и и и и и и и во plataforma и и и и и да и и и и и и и и про квану, там есть хотя бы какая-то хидошка. А тут по какой хидошке? Да, пшито. Он говорит, а что можно сказать было? Угу. Нет, что можно... Что значит пшито? Пшито, это значит, нету такой мысли, о которой мы могли бы подумать, что это разрешено. Он говорит, нет, есть такая мысль, какая там мысль, вот такая. Если бы речь шла о оленях, тогда бы это и было очевидно. Кто же ловит чел? Если, 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 если не такого же вид, на такой же вид обычно охотятся, запрещено. А если на такой же вид обычно не охотятся, то что никто, никто подсвечен здравоумение охотится? Да, и ловушки на них обычно не ставят. По-другому не ставят. Вот. Мы могли бы подумать, что это разрешено. Камаш, по-моему. Поэтому и брать-то и говорить, что нет, это запрещено в то время. Ага. Ну ты закончил, закончил аргумент. Речь идет не про сезон жары и сезон дождей. Разве, разве учили про сезон дождей и сезон жары? Нет, не учили про сезон дождей. Учили просто под шамин и хаман. И жару. Да. Хаман – это хаман. Хамин – это хамин. Речь идет не о лете и не о зиме. К лету и к зиме мы как к каким-то постоянным образом подготовились. У нас есть уже какая-то система. Речь идет про те сезоны, когда есть и дождь, и солнце. Бывает. И солнце и дождь. Когда это? Это весна и осень. Весна и осень символизируют у нас не самым дешевым. Когда бывают и дожди. Ну, не сами уже, конечно, дождя, но ночью. А в дешевле еще не очень. Но, грубо говоря, это вот как сейчас. Да? Вот как прямо сейчас. Дождь может быть, а может и не быть. Поэтому у нас нет постоянного решения. Вот тогда мы можем накрыть его целоками. Если слишком жарко, накрываем тропки от жары. Если слишком жарко, если идет дождь, накрываем тропки от жары. Но в это время еще и любви и мед есть. И тогда мы спасаем это, спасаем рабица от этой братики. Там ему приходилось жутко вердец. Там холод, не холод, хищевалием, хищевалием, там раби Юга, раби Шимон, вот это вот все. Он дает, о, речь мой. Там же речь идет не при сезон. Раваши славен тем, что он очень внимательно смотрит. Если какому слову не сказано, он не сказан. Не сказано такого слова. Вот. Сезон, слово сезон здесь не сказано. Поэтому мы давайте решим, что это как бы вообще происходит в совсем другое время. Нет, это не круглый год. И нам не нужно бороться с зимой, когда там меда нет. Давайте, давайте разберемся с весной, когда так вот там ездит, когда мед там ездит. Да, ты мог бы подумать, что... Да, ты мог бы подумать, что на пчел никто не охотится, и поэтому ты не должен следить за тем, чтобы это не была ловушка для пчел. Так вот должен. Да, так вот должен. А последнее замечание просто. Раваши решают выруливать из этой линии, как бы на уровне начала, например. Да, как бы... Окей, вы тут спорили, 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 это код, вы спорили, будет ли ни о чем. Потому что вы-то считали, что речь идет о сезонах, основное сезон, посмотрите, там не написано. Он въедливающий на вас, поэтому он и был редактором. Вот. То есть, сезон не написан, значит, имеется в виду, что-то другое. И вот он объясняет, что-то другое, могло бы иметь сезон. Потому место, где они говорят, что какой мед зимул. Ну, там, ничего, что-то они сказали. Вот. А, на идеологическом, ему, как бы, он просто чуть-чуть ослабляет давление на рабеистов с помощью этих братьев. Братья была жестка. Не было милости от рабеистов. Рабеистов пришлось долго уворачиваться. Рабаш ему облегчил несколько эту задачу. То есть, вывел, как бы, обратно спор на равновесие. Братья и рабеистов примерно 12 лет в эту минуту. Это и есть цель любого человечества спора. Не решиться, а наоборот, как можно, как можно дольше оставаться подвешен в состоянии. Рабаш понимает, это очень хорошо, когда ущелье и делает это. Я бы сказал, медный взял. Ну что, давайте я быстренько дочитаю до бешны и будем считать всем раскрытым. Вынадьним клит тахатаделев бешаба. И можно ставить горшок под подстройку воды в субботу. Тана. Им нет малега клит, что это еще на войну не мна. Учит так, что если этот сосуд наполняется, ты можешь его выплюнуть и снова поставить. Это тебе ничем не мешает. Не нужно, не обязательно этого избегать. Во-первых, не обязательно использовать, а во-вторых, может остаться, что вообще ты один раз можешь поставить, а второй раз уже не можешь. Там говорили, да, но мы у меня такое ощущение, что мы ушли уже из этого места. нам уже как бы не очень интересно дальше спор улы и рабицы. Мы их равновесили, они там себе висят и здоровьи. А сейчас мы уже продолжаем обсуждать это, то обсуждать и еще. Ну, как, другой сетер. Ну, с какой страны, да? Абайя протекла мельницей, я так понимаю. Абайя протекла мельницей, я так понимаю, что основания этих мельницей камней были сделаны из глины, так как докрашивали это. И пришел Аталек Камейн Драдар, он пришел к рабе, своему дяде, учителю, вот так. Чтобы спросить, как будет цифика? Абайя, я так понимаю. А-а-а, как интересно. Он говорит, давай притворимся, что это твоя спальня. Принеси туда кровать твою. Поставь на эти, значит, на эти жирного. Тогда они станут как бы ночным горшком. Граф Шелер Рей, Граф Шелер Рей – это вот именно это есть. Есть правило, что Граф Шелер Рей не подобные ему. нечто отвратительное, что мешает тебе в жилом помещении. Дело в том, что делаешь шучок. Дело в том, что нужно сделать это как бы жилым помещением. Эту мельницу. Хотя она на самом деле производственная. Как только ты делаешь ее в жилом помещении, ставь на свою кровать, то все, что тебе там мешает, неприятно, да, ты можешь оттуда удалить, вывести. То есть эти рыхаи могут сделать таким образом, ты сделаешь эти жирного, Граф Шелер Рей, как бы, да, ночным горшком. Ты сможешь вывести их оттуда. То есть защитить их таким образом у нас потом. Точить кровать, да. Смотри, ну да, почему нет, собственно. Вот он так вот предложил такой хитрую схему. И он говорит, я тебе в Абаеве какашвили. В ки осин Граф Шелер и лекатхила. Он говорит, тут Абаев сел, почетал репу. И тут у него возникло некоторое затруднение. А разве бывает так дело, мы можем сделать этот мерзкий сосуд Граф Шелер Рей. Изначально. Это как бы, как бы получается, что он вот не был, не был, не был. Он только щелковать, а он встал. Теперь что ты, как бы, его в субботу сделал? Вот, ки мутали громше, я давал могу, сло, где и шеет ест. Да? Можно ли, то есть громко говоря, работает этот трюк, да? Можно ли создать так, прям саму субботу, создать такую ситуацию, что нечто, не было, не было, не было, не было, А потом вдруг встало. И ты как бы своими руками это делаешь, сознательно имея это. Вот он и думал, может, нельзя. Абхахи на фаберихаеда бае. Тем временем, я же, ты это говоришь, что не в другую. Амад, дейтели, дэ абриады мар, Он говорит, ну, дейтели это типа маги, али как бы. Ну, вот это мне за то, что я стал сидеть и думать, на, на ставить пушью к слову моего господина, раба. Раба мне сказал, внеси кровать. Ну, и носил бы кровать. Что думать-то тут? Раб уже все, все, все уже несколько раз подумал. Он сел, стал думать, говорит, нет, не получается с кроватью, там, да, что-то вот типа того. И тут у него, знаешь, что-то, и тут у него, как лёг я в это, и он говорит, о, я понял, нефиг будут думать. Тетелета Магели пришло мне, как бы, из-за того, что я приступил к словам господина. Аври. Аври Адема. Да, он говорит, вообще-то нет. Меня, может, нельзя. Спорт, пожалуйста, спорь. Но он же не спорит. Он сидит и думает, как же я внесу кровать, если не сам, если бы он пошел и отпросил, то, может быть, это было бы кошернее. Либо сначала сделать, а потом сказать. Либо в любом случае, либо в реальном времени сказать. Да, но если он уже принял это, принял это сообщение, рау, там, показаний, то он должен, ну, не должен быть передумывать, он должен быть эссердным. Ну, так, в таком себе, да, видно, да. Я вот в этом... Мне кажется, что Локи должна быть примерно такой, да, он говорит, что... Либо я, либо я, если не иду советоваться в ВОКС. Либо я с ним пытаюсь спорить, там же, и по результатам этого спора, там, вот, ну, 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 либо я принимаю его в указание, надо, я должен его исполнить. Он говорит, а я тут начал сомневаться, у него пошли, там, мысли всякие другие, как бы, и кровать так осталось в них весено. Ну, надо, это бензачи грохнулись. А, и теперь, собственно, я так понимаю, что они пытаются обосновать, собственно, саму, саму все, саму ситуацию. Шмуэт, понятно, жил намного раньше, чем все, наверное, ситуация закончена. Мы, мы, Талмуд, пытаемся разобраться, а как, собственно, взялся с этим всем. Да, я понимаю, что Шмуэра, он Шмуэр, гроши ры, в вечер мемейрабла, мемейрабла, мутавляя ци аляшпа, по кушевому Ак-Зирону, тем, думаю, мое мое вверху. А Шмуэр сказал так, что, вот, горшок с мемейрабла, 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 моча. Можно вынести на муку, а возвращая его обратно, нужно, я так понимаю, среднего воды. Ага, окей. А, ну, говорит, налей туда стакан воды, и ты карму приносишь себе стакан воды. Ну, пусть не очень-очень красиво, то есть, ну, карма, это же все равно фикция. Да, некоторые формально. Окей, это более-менее понятно. Слумина, грашеры, а гавмана им, это и основа, к чему, к чему, вообще непонятно. Он говорит, из-за этого следует сделать бы вот такое, что гавшок с нечистотами вместе с сосудом не агавмана по поводу такой культуре моста. Само по себе. А, в смысле, в смысле, говно, само по себе, а сворвы на. Мы дышим, и в смысле, гавшок с нечистотами, дадут как грязь, так как грязь. А гавмана шара летает, это и. А, в смысле, это и, в смысле, это и, в смысле, это и. Вот, а в смысле, мамочкой бы я довел, ну, ну, шару летает. А, вот, он говорит, что гно нельзя выносить прямо руками, можно только в виде сосуд. Вот, но, 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 имеется в виде сосуд. А, вот, а в смысле, гавшок с нечистотами. Галаши, амалы гураваши, накта бачуцита лавкуа. Аспармеки это какие-то, ну вот на полях у стендальца объяснилось, что это как бы обозначающие душистые правы эти благовония. То есть, короче, сдохла мышь у ураваши там, где у него лежат души. Ну, не души, а сколько-то. Ну, и социальные штучечки. Ну, вот, два вещи. Ну, типа Саши, да, мне тоже приходило в голову, но на самом деле это не совсем даже Саши. Это, например, могут быть вещи, которые кладутся на голову, чтобы создавать хорошие благовония. Что-нибудь из того. Вот. И сказал Раваши там мудрецам, вы гусеницы вообще все. А, и все это происходит в субботу. Брата-бастицита в эскуа. А прямо за хвост ее. Брата-бастицита и вибрация. А как же получается? А почему же тогда... А почему же тогда сосуды? Я не понял. Еще, 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 еще... Что-то не так. А почему же тогда сосуды? Я не понял, почему тогда сосуды. Почему? А просто непонятно мне. Непонятно. То есть они только что говорили, что Шмуя говорил. Из слов Шмуя, вроде бы, следовало, что нужен сосуд для того, чтобы... А тут он, говорит, прям за хвост ее тащит и... Ну, в смысле, это что-то сказали. То есть получается, что Раваши, как бы, с этим всем не согласен. Раваши, конечно, может ничего оставить. Я не знаю, почему комментаторы не хотели опустить это. Не... Не говорят об этом ничего. А, вот интересно, говорит, никаких комментаторов, кроме Шурхана Руха. Шурхана Руха говорит, что Деврейра Ваши можно... Остануло, вот, Раваши, ну, гламбы Ацман, без сосуда. Да. И такое ощущение, что Раваши с Фуя, 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 даже, даже Ле Мансе, как бы, да, вот это, ну, как бы, вот что-то физически, это самый, кстати, самый сильный способ аргументации. То есть вот мы сделали это. Это не то, что мы обсуждаем, но как бы они сделали это. Значит, вот, как бы, получается, что он спорит, да, сразу со Шмуэлем, спорит с пониманием слов Шмуэля, и говорит, что можно даже выкинуть саму к себе неприятную вещь, когда выкинуть к кому-нибудь. Это заморачивается сосудом. И так мы стараемся по сравнению с Аллаханом Шурхана Руха. Мы сделали помещение жилым, и теперь мы имеем право выносить оттуда все, что нам мешает нам жить. Меримся нам больше, мы же не меряем, как бы, обсудим субботу. Большое было. Еще раз. Вот у нас есть эти самые жернова, которые имеются. Они, видимо, я так понимаю, что у них постамент – это глиняная тумба. Неважно, кровать является символом данного места. Символом того, что это помещение не производственное, а жилое. Если я живу в этом месте, то я имею право вынести оттуда все, что мне мешает нам жить. Ну, грязная, неприятная, вонючая штучка. А мы ее спрятать хотим от дождя. Слушайте, вытаскивать зачем? А вытаскивать мы ее для того, чтобы выбросить на мусор. Обычно это для того, чтобы выбросить это говно на мусор. Ну, здесь это говно – это расползающиеся жернова, которые мы хотим, наоборот, спасти от дождя. Потому что мы ее здесь не взяли. Размещаем ее в дом, где нет никакой течи. Но теперь этот дом будет помещением не жилое, а это беременность – жилое. Вот он и задумался. Как же так вот ловкий трюк, то есть как бы… Как же я могу сделать этот ловкий трюк, ничем ли как зима? Да, задумавшись об этом. То есть, наверное, так получилось. Да, бы диаван. Я не знаю, что вы думаете, что она может быть в жизни? Нет! Нет, причем здесь представляю. Она уже довольно гадкая, грязная и неприятная для существования. Поэтому она не существует? Поэтому да. Это архетипическое название. И это все неприятное и отвратительное. Имеется в виду… Обычно у тебя при кровати бывает ночной горшок. Вот такие такой штуки. Да? Поэтому он говорит… А вообще это может быть все что угодно. Вот тут рукодобной мыши, например, оказался таким. Говорят? Ну, бодиават-то ладно. Бодиават, ну, как бы, так получилось. Он говорит, ну, блин, ну, я же сейчас вот прямо своими руками сделаю вот это вот. И тут у него немного притормозил, как бы, и тут это понятно, знаешь… Естественно. Она-то нам не мешает в основном жить. Так. И ее-то мы как раз хотим сказать. Я не очень понял, как устроены эти журналисты. Ну, что-то там было в Ленина и этого локала. Нет, нет, нет. Разумеется. Просто абагея, как бы, который взорачивался, признался, вроде бы как… Нас было рады послушать. Вообще, по принципу, вроде бы, нет. Не можем. По принципу не можем. А в данном случае сейчас посмотрим, кстати. А вакеосим. Ему-тан-ли гром-ш-я-даба… Упс-сл-о… Да еще и ци-я-ни. Э-э-э… Граф Виткли ХСМ… Авальшер и король Графс… А, нет, ну, это не интересно. Нет, интересно. Непонятно, действительно. Никогда понятно. Вот здесь в июне… Сейчас у нас уже мало времени, но… Я рекомендую посмотреть в июне в день. Обычно с Танзальц… Там, там, как раз приводят всякие… Это… Да, 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 да… Хорошо? Вот… Вот. Вот посмотри, посмотри, тут два июна, которые к этому относятся. Даже три июна, которые к этому относятся. Посмотри, посмотри, если… До следующего раза посмотришь. Ага, ну, или я посмотрю… В… 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 В принципе… В принципе, это… Хороший… Июнин – это сборка каких-то комментариев, которые считают, что Танзальц считает религиозным. Хоть по поводу. Может быть, его собственные, например, здоровые. Субтитры делал DimaTorzok В. 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 Продолжение следует...